У молодого Беллы Баренни, который еще в 1926 году предложил заднемоторную компоновку и округлую форму кузова. Преимущество в отсутствии карданного вала, что существенно удешевляло конструкцию. Задние колеса ведущие. Первые жуки увидели свет в 1938 и были максимально просты. После Второй мировой войны в марте 1946 западная Германия возобновила выпуск. Последний рейстайлинг произвели в 1971 году. Перед нами именно такой автомобиль. Он изготовлен в 1976. Условно эту машину можно назвать рамной. Все агрегаты крепятся к штампованному несущему днищу, на которое установлен кузов. Основное отличие от предыдущих версий – передняя подвеска. Непонятно зачем, но прекрасный торсионный мост немцы заменили новомодным на то время Макферсоном. Кузовные панели те же, что и прежде, но это только с виду. Лобовое стекло стало более изогнутым. Изменилась светооптика, пропали капельки-поворотники с крыльев. Зато появились указатели на бампере. Двигатель бензиновый четырехцилиндровый воздушного охлаждения оппозитный. Его объем 1200 кубических сантиметров, а мощность 34 лошадиные силы. Салон обтянут коричневым кожзамом. Прибор всего один, зато какой красивый. Родной приемник. И интересная опция – включаемая тумблером воздуходувка. Она не дает стеклу замерзнуть. Запускаю мотор. Он шумноват. Спасает то, что трепыхается он где-то сзади. Великолепная обзорность за счет покатого капота. Удивительно много места для ног. Ощущение, как будто едешь на карте. Хотя тут и нет никаких усилителей, управление достаточно легкое. До 2003-го их еще продолжали собирать в Нигерии, Мексике и Бразилии. За 65 лет выпустили более 21,5 миллиона букашек. Вот такая необычная судьба. Кто мог предполагать, что дешевый автомобиль с непривычной компоновкой станет мировым бестселлером?